Всем привет, я Вика, и это шоу Академия Порядочных Парней. Вы знаете, бывают такие хиты, которые заставляют так колбаситься, что невозможно остановиться. Тут не только невозможно не подпевать, тут нельзя угомонить свои ноги и перестать плясать как ненормальный. У тебя такое бывало? Только честно, да или нет? Я же танцую, я же ничего не делаю. Что, идиот? А что, притцевать нельзя, что ли? Что, идиот? Не притцевать нельзя? Ты идиот? Нет, не притцевать нельзя. Идиот. Ну а это подборка самых узнаваемых музыкальных челленджей планеты. Ну а ты можешь придумать челлендж и рассказать о нем в комментариях. Авторы самых годных идей попадут в завтрашний выпуск. А если это будет что-то действительно стоящее, то мы запустим этот челлендж от Академии. Ну а это счастливчики из вчерашнего выпуска. Давайте им поаплодируем. На год назад, в августе 2018 стартовал Кики Челлендж. Суть проста. Слышишь песни Дрейка, Кики, выпрыгиваешь из машины и танцуешь. Главная задача успеть в танце за автомобилем и вернуться в него, желательно целым. Некоторые доходили до безумия. А из ваших знакомых при съемке никто не пострадал? До России челлендж дошел чуть позже, но зато в каком качестве. Кстати, по словам блогерша певицы Регины, в России челлендж запустила она. Правда, под песню Текилы, а не Дрейка. Текилы, по всей видимости, челлендж оценил и запустил свой, точнее свои. Выполняя челлендж «Лютые морозы» под одноименный трек исполнителя можно было даже заработать. Условия челленджа включаешь трек и креативишь, и пользователи креативили. Другой челлендж певца «Ноги молодцы». Суть, по всей видимости, в танцах под его песню. Мои ноги молодцы, будто иностранцы двигаются в танцы. Российским поп-певцам, кстати, очень понравилась идея раскручивать свои треки, превращая их в надоедливые мемы. Егор Крид тоже просек фишку и запустил свой. А кто тебе больше нравится? Егор Крид или Текила? И, пожалуй, самый популярный танцевальный челлендж в России «Скибиди». Заедающий мотив плюс заедающий танец. В сумме способны дать даже скибидирующего урганта. Ничего не напоминает. Да, тот самый Псай. Правда, его заедающие песни и танцы собрали побольше. Почти 3,5 миллиарда просмотров. Тем не менее, внимания урганта кореец получил гораздо меньше. Урганта кореец получил гораздо меньше. Зато получил от Никиты Джигурды. Опа, Джигурда! Опа, Джигурда! Опа, Джигурда! Если мы умеем смеяться над собой, гордыня не накроет всех нас одной звездой! Как вы думаете, если бы «Гагнам Стайл» вышел в сегодняшние дни, какой бы челлендж был популярнее? «Гагнам Стайл» или «Скибиди»? Как говорится, бог любит троицу, так что дальше снова Ургант. Абсолютный бенгер школьных дискотек и студенческих вечеринок «Харлем Шейк» зародился флешмоб благодаря известному блогеру Филсе Фрэнку. Формат стал набирать бешеную популярность. «Харлем Шейк» записывали все, кому память телефона позволяла заснять 30 секунд расколбаса. Масштабы флешмоба порой действительно поражают. Ей-богу, если под этим видео наберется 3,5 миллиарда просмотров, «Что?» я сниму свой «Харлем Шейк». Продолжаем погружаться в сладкую ностальгию «I'm Sexy and I Know It» челлендж. А теперь вернемся к истокам, можно сказать, на самое дно российских челленджей. Раз, 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 это Харбас, я спортивку хайти-драс. И на Найке пацаны слушаю хамбас-басы, это стал любим мир. Наставляет колбаса. Наставляет колбаса. На сентябре класс, я еду на Харбас. Если бы не знал, он потекал. Харбас, хамбас, 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 хамбас. Раз, 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 это Харбас, я спортивку хайти-драс. И на Найке пацаны слушаю хамбас-басы, это стал любим мир. Какой же, блядь, пистья. Глубже некуда, как бы не так. Все танцуют логяны, еще все танцуют логяны, я бы не вернул, ты знаешь. Все танцуют логяны. Ладно, не буду вас больше мучить. Закончим топ на спокойной и приятной ноте. Манекен Челлендж был самым популярным флэш-мобом 2016-го. Участники замирают в естественных или не очень позах под песню Black Beatles от Рейс Рэмморд и Гуччи Мэйна. Разумеется, быстро нашлись креативные ребята, которым палец в рот не клади, дай что-нибудь усложнить. В челлендже приняло участие множество медийных фигур и спортивных команд. Даже Хилари Клинтон записала собственную версию. В качестве бонуса напомню о сексуальных мальчиках в форме, которым не страшно доверить оборону страны. Наверняка вы помните, сколько шума было вокруг парней. А ведь ребята просто хотели перезапустить армейский челлендж, который берет свое начало в Британии в 2013-м году. И ведь получилось, ребят поддержали все МЧС России. Конники и многие-многие другие. А на сладенькое поддерживающие ребят девчонки со швейного цеха. На этом все. Но у тебя есть шанс придумать свой челлендж. И если он реально будет годный, то мы его обязательно реализуем. И обязательно скажем, что это челлендж твоего имени. Не упусти свой шанс. Ну и чтобы следить за новостями, ставь лайк и подписывайся на канал. Нажимай колокольчик, чтобы видеть и смотреть новые выпуски самым первым. С тобой была Вика. До скорой встречи. Пока-пока. Академия порядочных парней.